Здравствуйте, уважаемые телезрители! В сегодняшнем выпуске передачи «Наша Республика. Главная тема» мы поведем разговор о том, как решается жилищная программа. Вместе с Михаилом Игнатьевым, временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики, мы побываем на ряде строительных объектов. А вот с помощью вот этой железной птички, которая называется квадрокоптером, мы посмотрим, как растут этажи новостроек. Картина, согласитесь, впечатляющая. Миг созидания всегда прекрасен. Темпы возведения жилья в Чувашии остаются высокими. В январе-июне сдано почти 300 тысяч квадратных метров жилых площадей, что на 16% превышает цифры 2014 года. Растут и суммы софинансирования программы «Жилище» и ее подпрограмм, поступающие из федеральной казны в бюджет Чувашии. На расширенном заседании участников строительного рынка руководитель республики отметил, что особое внимание следует обратить на выполнение социальных жилищных программ. В этом году за счет всех источников финансирования заветные квадратные метры должны получить 550 молодых семей. А в решении другой важной задачи по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в 2015 году будет направлено более миллиарда рублей из фонда содействия реформированию ЖКХ и собственных средств. В новые квартиры из-за развалют переехали почти 10 тысяч человек. На этом же совещании Михаил Игнатьев сообщил, что с правительством России запущен новый механизм льготного и потечного кредитования, который является одним из основных источников финансирования жилищного строительства. Застройка микрорайона «Университетский-2» ведется на земельном участке в 16 с лишним тысяч квадратных метров переданном Кабинету министров Чувашии Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. Победителем аукциона за право вести здесь работы стала «ЗАО ТУЗ». Руководитель строительной компании Николай Угаслов. Ему есть что показать и рассказать. Для этого решено было подняться на седьмой этаж. В будущем красотами «Волги» можно будет любоваться и из окон 17 этажа. Такие дома, подпирающие небо, в университетском тоже построят. У вас сейчас граница до Оврага. Вот это территория школы. У нас чернозем на территории школы. А футбольное поле где? Футбольное поле вот за этими блоками. А то вот осенние. Причем полугруг вы так делаете? Чтобы во дворах было свободно? Да, во дворах, чтобы свободно было, площадки и защита от детства. Здесь очень много будет молодежи. И поселятся будут, покупать квартиры будут и по нашим государственным действующим программам, и на потребительском рынке. Молодые и сердце. А вот и те, кто задает высокие темпы стройки. Приветствую, поздоровусь со всеми. С Москвы начали возвращаться? Вернулись. Теперь здесь же обосновываемся. Последние пять лет, Михаил Васильевич, не ездим никуда. Да, у нас вообще отличные бригады, отличные монолитчики, отличные каменщики. Вообще все отличные. Так вот, значит, отбор получился, естественный отбор. И производительность хорошая, и деньги. 50-60 тысяч здесь зарабатывают. И монолитчики тоже самые. Честно сказал, да, Николай Женков? Честно. Достойный труд должен хорошо оплачиваться. Касаясь теперь объектов, соцкутбольных, детсад, школа, стадион. Я просил всей строительной организации, те микрорайоны, которые осваиваются, чтобы сами, насколько смогли спроектировать, потом построить. Но потом выкупим все это дело, соблюдая процедуру публичности, открытости и соблюдая все нормы действующего законодательства. Ну, у нас уже практика такая есть. Вот мы детские садики, значит, тоже построили. Потом городу все это продали. ЗАО «ТУС» ведет строительство объектов из собственного кирпича. Вряд ли этим может похвастаться кто-то еще. Завод строительной керамики «Кетра», отвечающий самым высоким европейским канонам, Николай Угаслов возвел неподалеку от села Красноармейское. «Кетра» – пример эволюции кирпича, который стал легче и теплее. К качеству порезованных блоков в округе и вообще, наверное, Российской Федерации не могут конкурировать. У нас есть свои секреты, но один из секретов применение вот трепела. И в итоге высокое качество по энергоэффективности. Четыре раза эффективнее по сравнению с обычным кирпичом. И если строить из обыкновенного кирпича, то надо сделать его метр восемьдесят. А из нашего – полметра. Сейчас уже продукт «Чеваший» написано. Спасибо за это. Мы, что вы говорите, все стараемся делать. И учитываем в работе все. Мы трепел в свое время, использовали для улучшения плодородия. И сейчас хозяйство используют. И сейчас хозяйство используют. Это сырье наше. Это вот как раз наше родное богатство, по сути дела. Самый дальний глиняный карьер в 10 километрах от завода, ближайший – всего в 100 метрах. Сортировки сырья к его складированию в бурты на заводе относятся с особой тщательностью. Облицовочные кирпичи и порезованные делаются из разных глин, тщательно подготовленных. Оно уже как тесто. Да. Все процессы автоматизированы и компьютеризированы. Производственный контроль ведется и с диспетчерской. Заводская лаборатория оснащена самым первоклассным оборудованием. Здесь происходит и моделирование изделий, и выдача паспортов готовым производственным партиям. Вот из этого кирпича можно построить дом в 10 этажей без каркаса. Цвет тоже имеет значение. Он достигается путем дозированного смешивания сырья и температуры обжига. Это прям скорее такого цвета найдет, да? В основном да. От светлого до темно-серого цвета нет. И вашей богатой глины? Да. Правильно все используется. Продукция пользуется спросом. Не только многоэтажки растут из скетровского кирпича, но и сельские дома. А скоро начнется и строительство церкви. Я считаю, надо отдать должное и предпринимателю, который за это большое дело взялся, да, вот, Николаю Федоровичу Угаслову. Может быть, не у каждого получилось бы, наверное, да? Мечтали отдельные предприниматели построить завод. Но кроме разговоров, отдельного нового завода не было построено. Он взялся, за короткие сроки смог построить. Мы оказали ему содействие, потому что данный проект был инвестиционно привлекательным. С использованием недр Чувашской республики. Недра, он использует, от этого платит налоги. Завод работает, от этого пополняется доходная часть бюджета. Люди здесь работают тоже от НДФЛ. Отчисляют, соответственно, в наш бюджет. В целом, консолидированный бюджет Чувашской республики, 13%. И, во-вторых, хочу сказать, от продажи кирпичей деньги остаются у нас в республике. Если мы раньше даже облицовочный кирпич, такие же переключи покупали в Московской области, Нижнем Новгороде, в республике Татарстан, сегодня это у нас производится. Я задачу поставил максимально, когда качество цена соответствует, покупать у нас. На логистике сегодня покупатели выигрывают. Касаясь данного производства сельской местности, мы это приветствовали, ибо завод находится недалеко от карьеры. Это, во-первых. Во-вторых, все вопросы экологической безопасности здесь соблюдены. Децентрализация производства и создание для молодых людей работе их сельской местности здесь комплексно практически разрешено. И нам надо вот так в дальнейшем планировать. Строительство трехэтажного детского садика на улице Чернышевского в Чебоксарах ведется в рамках госпрограммы Чувашской республики «Развитие образования на 2012-2020 годы». Вместимость – 220 мест. Подрядчик – общество ОЛЗА. Руководит им Сергей Лаврентьев. Михаил Игнатьев приехал сюда, чтобы лишний раз убедиться в том, что благое дело находится в надежных руках. А кирпич, из которого строится садик, заметьте, с завода Кетра. Все должно идти в комплексе – и стройка, и закупка необходимого инвентаря и оборудования. Строительством садика на этом участке дело не ограничится. По ген-плану тут жилая застройка. По плану землепользования и застройки, да? По генеральным планам. Уже практически до ядерных ситуаций не дали подняться. Будем устраивать эту территорию. Михаил Игнатьев предлагает подняться повыше, чтобы побеседовать с каменщиками. «Сколько норматив, чтобы нормальную зарплату заработать? В квадратных метрах в должную власть. За смену? 20 квадратных метров. 20? За один квадратный метр сколько получаете? Нет, полтора куба. Тысяча тысячот рублей платим. А вы кубок считаете, да? Кубок считаем, да, они потом на квадраты переводят. Кубок сколько? Тысяча тысячот рублей за кубка. Тысяча тысячот? Да, полтора кубка. Нет, как минимум. Раньше где работали? В Москву ездили? Нашли теперь работу? Работа нравится, да? Садик для детей? Старайтесь. Соответственности надо подходить? Так и подходите, да? Да. Михаил Игнатьев заинтересовался технологией кладки и сделал вывод. Вот такие камешки должны работать. Все такие? Все такие? Да. Галосич, вот приятно же, что еще район как бы не достроился, а появляются в нем вот такие объекты, как детский садик. То, что вы всегда вот говорите, нужно, необходимо строить. Мы в этом году будем вводить пять детских садов. И по графику, по своему рабочему плану, я нахожу время для того, чтобы с выезда на месте просто посмотреть, пообщаться с подрядчиками, которые выиграли конкурсы. На самом деле, есть ли у них сбои, бюджетные средства, которые предусмотрены, доходят ли до них, есть ли вставание от графика по графику финансирования. Но в данном случае подрядчик сейчас подтвердил, у меня никаких отставаний нет. И все те предусмотренные сроки согласно контракту, это юридический документ, обязательно все стороны написано, соответственно, строится. Ну вот вам сегодня докладывали, что и школа будет рядом строиться здесь. Тоже ведь замечательно. Рядом земельный участок в перспективе предназначен для строительства общеобразовательной школы. Мы говорили, я еще раз подтверждаю, что начиная с 2016 года, мы начинаем строительство новых современных общеобразовательных школ. А вот то, что вот этот садик появляется в микрорайоне, который был вот еще совсем недавно очень проблемным, это так называемая Финская долина, у всех наслухают, тоже ведь здорово, да? Беда была у людей, в этой беде люди один на один не остались. То есть органы власти, мы реагировали, мы вмешивались, там десятки, десятки совещаний, встреч, ну, по крайней мере, жителей высказывают слова благодарности, это довод дорогого стоит. Михаилу Игнатьеву с 2011 года удалось сократить реестр проблемных объектов с 11 до 2. Два оставшихся дома ведут в эксплуатацию до конца 2015 года. Список обманутых дольщиков будет положен в архив. В прошлом году только в этой девятиэтажке на улице Эльгера получили квартиры 117 человек, когда-то потерявших веру в справедливость. Их в свое время кинула фирма «Сарет», входящая в группу компаний «Саула». Вот что рассказала Елена Молодцова. Большое спасибо Михаилу Васильевичу, что вот он все-таки проявил свою жесткость в этой позиции. Я потому что участвовала в рабочей группе, видела, как разоседают, как вот заинтересованность руководства в достройке вот этих всех объектов. К счастью, у нас вот ситуация не такая вот тяжелая оказалась, что мы вот все-таки получили свою квартиру. Новую жизнь удалось вдохнуть Михаилу Игнатьеву и в микрорайон «Новый город». Сегодня о проблемах, созданных все той же компанией «Саула», здесь стараются не вспоминать. На объект пришли серьезные застройщики – общество «Монолитстрой», «Инкост» и «Иско-Че». С 2011 года им удалось ввести в эксплуатацию 19 жилых домов. И сейчас одновременно растут этажи еще 10 многоэтажек. Новый город вошел в программу «Жилье для российской семьи». «Минстрой России» утвердил заявку, по которой акционерное общество «Иско-Че» до 1 июля 2017 года построит здесь 10 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Стоимость квадратного метра не должна превышать 35 тысяч рублей. Всего же в рамках названной программы в Чуважии будет построено 210 тысяч квадратных метров жилья и приобрести новые квартиры смогут 5 тысяч семей. Новый город удобен и для молодых людей, таких как супруги Ирина и Александр Чубуковы, их малышей Романа и Юлии, а также людей зрелого возраста. Светлана Убиенных переехала в Новый город из ветхого дома по улице Парижской коммуны. В больнице бы это еще и садики, конечно, обязательно школа. Это в первую очередь бы. У нас внуки, конечно, уже подрастают, но все равно. Компании, которым пришлось реанимировать стройку и при этом затратить огромные средства на прокладку инженерных коммуникаций, 1 миллиард рублей из собственных средств, обещают исправить ситуацию в скором времени. Ведь уже сейчас в Новом городе подрастают почти 200 дошколят и более 100 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 17 лет. В жилом массиве по завершении проекта будут комфортно проживать более 43 тысяч человек. Среди приоритетов в работе руководителя республики – обеспечение жильем детей-сирот. На улице Дементьева в микрорайоне Садовой состоялся праздник. Ключи от квартир получили 15 детей-сирот. Дмитрий Сенегаров к тому же будет жить по соседству с сестрой. Две квартиры, в этом же доме, в этом же подъезде. А, в одном подъезде, а? Да. Будете в гости друг к другу ходить? Да, за клевать, за соль. До конца 2015 года квартирами обеспечит еще 117 бывших детдомовцев. Только что поступили дополнительные 35,5 миллионов рублей из федерального бюджета. Мы свою государственную принципиальную позицию обозначили. Ничейных детей вообще, конечно, не должно быть. Я прекрасно понимаю, что эти дети, создав свои семьи, по-другому будут поступать в жизни, поступать будут ответственно. Никогда и ни при каких обстоятельствах не бросят детей на произвол судьбы. Сегодня в очереди на получение жилья только в Чебоксарах стоят 530 детей-сирот. И для них обязательно наступит счастливый миг новоселье. Как для Татьяны Григорьевой, которой только с помощью Михаила Игнатьева удалось справиться с волнением у микрофона. У каждого человека есть помощь. Побывайте, как же, чем вы можете. Все нормально. Побывайте, да. У меня есть выбор для получения диплом по высшему образованию. Вторая мечта – получить ключи на своей корте. Давайте обладать. Спасибо. 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 Вы смотрели передачу. «Наша республика» – главная тема. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok